20 ноября, понедельник, Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. В Одесском городском саду не будет строиться ничего одиозного. Об этом заявил общественникам мэр Геннадий Труханов. Они пришли на аппаратное совещание с требованием не допустить вырубки деревьев, вернуть так называемый летний театр в собственность громады и обеспечить одесситам доступ на эту территорию. Диалог с руководством города в итоге перешел на повышенные тона. Мэр заявил, что активисты занимаются манипуляциями и непоследовательны выражением своей гражданской позиции. Напомню, 18 ноября в Горсаду прошел масштабный митинг активистов. Мне бы очень хотелось, чтобы у вас была позиция принципиальная. Вы почему? Потому что когда на улице Болгарской, вот одну секундочку я договорю, послушайте меня, когда на улице Болгарской известный застройщик, по которому сейчас ведется следствие МСБУ, сносит 20 деревьев или больше, не знаю сколько там, вас там не было. И вы туда, и вас там не было. И такой позиции у вас не было. Поэтому я вам просто говорю о том, что надо заботиться об Одессе. Требования должны быть равны абсолютно ко всем. Своё мнение по поводу возможной застройки Центрального городского парка обозначил и губернатор области. Максим Степанов инициировал проверку законности решений Горсовета о передаче летнего театра в долгосрочную аренду частному предприятию. Кроме того, по его словам, Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета не выдавало разрешение на застройку в Горсадум. Глава региона также отметил, стабильно наблюдается цепочка похожих скандалов. Речь идет об объектах, которые важны для общества и одновременно очень интересны застройщикам. Кроме того, Максим Степанов порекомендовал Горсовету провести переговоры с инвестором о выделении альтернативного участка для застройки, а в городской сад перенести зеленый театр. Торгово-развлекательных центров у нас миллионы, а Горсад в том виде, в котором он существует, он один. Его невозможно воссоздать. Те деревья, которые там растут, это деревья, которые не нами были посажены. И точно не нам их брать и рушить. Поэтому моя позиция достаточно категорична. Никакого строительства там быть не должно. Директор сгоревшей Виктории остается на свободе. Защита Петроса Саркисяна добилась переноса апелляции по мере пресечения. Из-за того, что обвиняемый находится в больнице и по состоянию здоровья не может явиться в суд. Отмечу, в лечебном учреждении охрана не выставлена. Кроме того, адвокаты ходатайствовали о проведении закрытого заседания в режиме видеоконференции. В этой части суд требования адвокатов отклонил. Прокуратура настаивает, оппоненты просто затягивают дело. Он был единственным взятым под стражу подозреваемым в деле о трагедии Виктории. Он вышел из СИЗО, заплатив залог в 128 тысяч гривен. Зинаиду Цверенько, бывшего профильного вице-мэра, отпустили под личное обязательство. Воспитательницу, ответственную за пожарную безопасность, на поруке. Кроме того, прокуратура будет настаивать на привлечении к ответственности судьи Приморского районного суда Одессы Виктора Попревича, который и выпустил Саркисяна. Обыски в ТЮЗе. Руководителя театра юного зрителя поймали на взятки. По неофициальной информации, следственные действия проходили несколько часов в кабинете директора театра Оксаны Бурлай-Питеровой. По данным пресс-службы прокуратуры, сотрудник театра требовал и получил от предпринимателя за заключение договора аренды неправомерную выгоду. Сумма взятки – 5 тысяч гривен. Согреть шкодову гору. Чиновники надеются, что отопление в микрорайоне появится уже в середине этой недели. Об этом сообщил первый вице-мэр Анатолий Орловский. По его словам, главное, чтобы представители НПЗ вовремя получили распоряжение Кабмина о запуске котельной предприятия. Документ должен быть подписан премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Со дня на день, отмечает Орловский. Подготовили совместно с руководителем Укртранснефтепродукт котельную. Там была установлена дополнительная автоматика газовая, горелка. И будем надеяться, что в среду уже будет подан теплоноситель. Опять по новой. Коммунальщики еще раз переделали разметку на Краснова. Кривую двойную в районе ЖК «Фаворит», которая могла спровоцировать лобовые столкновения, спрямили. В то же время на асфальте остались следы предыдущих попыток КП СМЭПа обеспечить жителям безопасный въезд в комплекс, строители которого не продумали инфраструктурные вопросы. Специалистами СМЭП не с первого раза была сделана разметка. Ну, я считаю, что не ошибается тот, кто вообще ничего не делает. Когда была нанесена первая разметка, было понятно, что нужно срочно принимать какие-то меры для того, чтобы все-таки не ухудшать ситуацию на дорогах. Поэтому мы оперативно демаркировали старую краску и максимально быстро, практически ночью, нанесли новую разметку. Маленький Донни, победивший мрак. Этим спектаклем Одесский театр на Чайной начал новый этап своего существования. Постановка пьесы Леонарда Герша «Эти свободные бабочки» впервые была показана в новом зале Дворца студентов на Морозлиевской, куда театр переехал с чайной фабрики. Очень сложная ситуация. Театр должен выселяться с чайной различной фабрики, там строят жилые дома. И оказалось, что найти помещение для театра очень сложно. И в итоге нам помогли. В этом году театр потерял свое помещение, и вот стал вопрос вообще о существовании театра. И мне очень приятно, что Одесский областной совет, и мне довелось внести свою лепту в то, чтобы театр нашел новый дом во Дворце студентов на Морозлиевской, место, которое знают все одесситы. И я думаю, и для театра это прекрасно. Это зал замечательный, много лучше того, который был у них раньше. Благодарность за содействие в поисках нового помещения руководство театра вручило благодетелям символические подарки. Мы назвали это золотой пилет. И здесь все просто. Театр помещения золотой пилет. Первый ряд, два места. Срок действия не ограничен. Действительно, на любой степень. Спасибо вам. Спасибо вам. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. С нами всегда интересно. С нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok